Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, еще раз доброе утро, продолжаем работу в прямом эфире. Весь мир наблюдает за драматическими событиями на Ближнем Востоке. Вновь обострился израильско-палестинский конфликт. Сейчас у нас на прямой связи. Председатель группы Сейма Латвии по связям с парламентом КНЕСТом Израиля Борис Целевич. Борис, не хочется даже говорить добрый день или доброе утро, говоря о ситуации в Израиле и в секторе ГАЗа. Не покидает ощущение такого однобокого отражения событий многими странами мира. И, как обычно, и в Организации Объединенных Наций все, от такой однобокий подход, пытаясь всю ответственность возложить именно на Израиль. Как бы вы все это прокомментировали? Доброе утро. Да, я, пожалуй, с вами согласен. Ну, видите, что такое ООН? ООН, ну, часто говорят, что это что-то типа мирового правительства, обладающего реальной властью, миротворческими силами и так далее. На самом деле, Организация Объединенных Наций – это не более чем круглый столб. И большинство членов этой организации, строго говоря, демократиями не являет. Поэтому, естественно, что там проявляется, так сказать, определенная солидарность между мусульманскими государствами, в первую очередь, между государствами третьего мира. И традиционно ООН, конечно, имеет такой уклон в сторону осуждения Израилева, такую пропалестинскую позицию. Это не единственная проблема с ООН, когда такие явно недемократические, мягко выражаются, если назвать еще своими именами, тоталитарные государства, как, например, Иран, избираются высшие органы и, в общем, сами возглавляют мониторинг ситуации с правами человека в других государствах. Ну, это действительно решает большинство. Большинство далеко не всегда, к сожалению, оказывается право. Демократии в мире из всех существующих государств не так много. Да, вот что касается самой ситуации, вот на ваш взгляд, есть ли вообще, не знаю, предпосылки для, не знаю, какого-то перемирия, завершения этого противостояния? Вот сегодня пришла новость, что такое количество ракет, которое было выпущено из сектора газа по Израилю, но такого не было давно, за долгие годы. И вообще, чего хотят, в принципе, представители Хамаза? Ведь они понимают, что будет ответ. Да, конечно, перемирие будет и довольно скоро. Действительно, ракет у Хамаза намного больше, чем было до сих пор. И что еще более важно, это уже не сделанные на коленке Косама, это современное, достаточно продвинутое, сложное оружие, с которым гораздо сложнее бороться, чем с самодельными ракетами. Когда они будут израсходованы, тогда Хамаз милостиво уступит увещеванием своих, скажем так, заклятых врагов, вроде Египта, и согласится на перемирие. За это время, очевидно, при помощи, неофициальной помощи таких государств, как Иран, и вполне официальной помощи соответствующего агентства ООН, Евросоюза и других демократических государств, он опять заново будет наращивать свой военный потенциал, как это бывало до сих пор. Значительная часть тех средств, которые Хамаз получает как гуманитарную помощь и помощь в развитии, он тратит не на социальную поддержку, не на строительство больниц и школ, а именно на закупки, контрабанду и производство оружия. И, к сожалению, многие государства и международные организации склонны игнорировать вполне достоверную и доказанную информацию о том, что именно так и происходит. И да, эти действия полностью соответствуют цели Хамаса, ведь заявленная цель Хамаса не создание независимого палестинского государства, а уничтожение государства Израиля. То есть это до сих пор записано в хардке Хамаса, которая, в общем, вполне доступна в интернете. Не случайно Хамас включен в список террористических организаций, составленных Евросоюзом и в ряде других государств позже. В марте 2019 года суд Европейского Союза отклонил иск Хамаса об исключении этой организации из списка террористических организаций. То есть высший судебный орган Евросоюза, тщательно проверив ситуацию, заключил, что таки да, Хамас является террористической организацией. Но сегодня именно Хамас является не просто ведущей, а единственной силой, которая руководит ГАЗом. Ведь на выборах 2006-2007 года Хамас действительно получил большинство в ГАЗе, но не абсолютно. И за этим последовали разборки с другими политическими силами в Хамасе. Представители ФАТХа, которые являются правящей формально партией палестинской автономии, и действительно сохраняют контроль над западным берегом, во многом благодаря поддержке Израиля. Но в ГАЗе представители ФАТХа были просто отстреляны, грубо говоря. Другая оппозиция уничтожается на корню. Большинство жертв антифады – это не израильтяне, не евреи, а, собственно, сами арабы-палестинцы, которые имеют неосторожно заикнуться о каких-то демократических свободах или, возможно, в каком-то мирном процессе с Израилем. Это считается предательством. То есть это очень жесткая диктатура, и появление каких-то других альтернативных сил Хамаса в ГАЗе Хамас просто не допускает. Есть ряд других организаций типа исламского джихада, которые, по сути, делают то же самое. Там отношения достаточно сложные, там постоянно происходят какие-то междоусобицы, там, опять же, на уровне перестрелок. Но отличаются эти организации в основном донорами. Одних поддерживает Иран, других поддерживают какие-то другие влиятельные арабские организации. Ведь в мусульманском мире на самом деле никакого единства нет. Там очень много конфликтов и противоречий, но как бы никто не может позволить себе откровенно выступить там против течения. Поэтому реально, хотя та же самая Саудовская Аравия, находится точно в том же самом положении. Точно так же, как Иран подкармливает Хамас, который нападает на Израиль, тот же Иран подкармливает хуситов, которые тоже занимаются терроризмом в отношении Саудовской Аравии. И с этой точки зрения Саудовская Аравия и Израиль союзны. И, в общем, это проявляется все более заметно, в частности, в прошлом году. Вот эта идея аврамических соглашений, так называемых, нормализация отношений между Эмиратами и государствами Персидского залива и Израилем является проявлением вот этой тенденции. Ведь это только нам, глядя отсюда, может показаться, что проблема палестинских беженцев – это главная проблема Ближнего Востока. На самом деле, это масса других очень серьезных проблем. И для ведущих игроков в мусульманском мире проблема Палестины хорошо, если где-то в конце первого десятка. Но когда доходит до вот таких ситуаций, конечно, все по обязанности как-то заявляют о солидарности с Палестиной, осуждают Израиль. Но на самом деле ничего не делают для того, чтобы как-то содействовать решению этой проблемы. А решение здесь может быть одно. Поскольку ХАМАС не является ответственной организацией, способной обеспечить реальное построение хоть какого-то дееспособного самостоятельного государства в секторе газа в первую очередь, необходимо очень жестко контролировать всю международную помощь. Потому что сегодня, к сожалению, этого нет. Это, как я уже говорил, значительная часть этой международной помощи уходит именно на вооружение, на новые войны. И, к сожалению, на это многие демократические государства предпочитают закрывать глаза. Ну а людей, как бы террористы, никогда не жалеют. Ни своих, ни чужих. Совершенно сознательно военные объекты располагаются вместе с гражданскими объектами. Вот эти многоэтажные здания, которые подвергаются сейчас атакам со стороны Израиля. Да, там где-то находится жилье, просто квартиры, живут люди, какие-то редакции газет. И тут же находятся центры управления, военная разведка ХАМАСа и другие военные объекты, из которых осуществляется планирование террористических операций, руководство ракетными обстрелами израильских мирных городов и так далее. Естественно, что Израиль не может это игнорировать. Перед ракетными ударами Израиль всегда предупреждает. Ну, не за день, конечно, но за час, как минимум, по всем возможным каналам, включая просто телефонные звонки жителям этих зданий, уходите, через час будет атака. Ну, и, в общем, как мы видим, когда разбомбили большой многоэтажный небоскреб, погибло 15 человек, ну, понятно, что большинство людей в этом небоскребе не находилось именно потому, что они были предупреждены. Но ХАМАС далеко не всегда просто разрешает гражданским лицам покидать эти здания, по которым будет нанесен удар, и потом, естественно, в пропагандистских целях демонстрирует это как жертва бесчеловечных израильских атак. Значит ли это, что без наземной операции в секторе газа не обойтись? Может, мы понимаем, даже не будучи, может быть, военными, что только одними такими точными ударами эту проблему не решить? Наземная операция эту проблему точно не решит. Тоже не решит. Ведь до 2005 года Израиль просто жестко контролировал сектор газа, пытались вести переговоры, потому что Израиль совершенно не заинтересован в том, чтобы поддерживать порядок на тех территориях, на которых живут люди, не являющиеся гражданами Израиля. Территория газа не аннексирована Израилем, она не признается частью Израиля. И Израиль был бы готов на создание палестинского государства при одном условии. Если будет обеспечена безопасность, если это палестинское государство не будет ставить свои основные цели уничтожения Израиля. К сожалению, Хамас на это не соглашается, даже на словах. Именно поэтому в 2005 году тогдашний премьер Ариэль Шарон принял решение о так называемом одностороннем размежевании. То есть Израиль полностью вывел и все свои войска, и гражданских жителей, которых там было немало, из сектора газа. Более того, так называемые поселенцы, которые там жили уже достаточно долго, они не хотели уходить, сопротивлялись. Была серьезная полицейская операция с жертвами. Там, в частности, располагался такой машав Бушкатиф, где было очень достаточно мощное сельскохозяйственное производство. Он там чуть ли не половину израильских огурцов производил. Тем не менее, всех оттуда выгнали, все здания оставили в надежде на то, что руководство газа будет действительно развивать нормальную экономику и строить какую-то свою автономию для того, чтобы создать какие-то предпосылки для конструктивных переговоров о создании двух государств в Палестине, как это, собственно, предусматривала еще резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1947 года. Получилось наоборот. Мы видим, что Хамас, к сожалению, продолжает ставить своей целью полное уничтожение Израиля, накапливает оружие, ищет какие-то поводы для того, чтобы начать очередной обстрел, фактически шантажирует весь арабский мир, как бы пытаясь мобилизовать его на поддержку вот этой священной войны против Израиля. Так что наземная операция здесь тоже ничего не решит. Ну что, опять брать на себя контроль над всем сектором газа, это, в общем, конечно, это огромные средства, и главное, это жизни израильских солдат. А Израиль, в отличие от Палестины, все-таки очень ценит жизнь и здоровье своих людей. Вот, а последний вопрос. Где же выход? Простых решений здесь нет. Я думаю, что в первую очередь надо назвать вещи своими именами. Конечно, среди палестинцев очень много людей, которые, в общем-то, хотят жить в мире, которые действительно не хотят воевать, не хотят умирать. И сегодня сектор газа не является каким-то регионом, не говоря уже о государстве, которое способно себя обеспечить. Он живет только за счет внешней гуманитарной помощи. Эта помощь, конечно, должна предоставляться, но она должна предоставляться на очень четких и конкретных условиях. И все доноры просто обязаны очень жестко контролировать, как эти деньги расходуются. И не давать эти деньги просто бесконтрольно Хамасу, а очень тщательно проверять, на что они тратятся, и более того, ставить непосредственные условия, чтобы те люди, которые действительно занимаются терроризмом, не имели доступа к этим средствам. И действительно нужно уходить от вот этих политических симпатий, антипатий, нужно уходить от давления различных лобби. Ведь не секрет, что мусульманское присутствие, в частности, в Европе растет, и это оказывает определенное давление на позицию правительства. Но если мы хотим мира, нужно называть вещи своими именами. С террористами мира никогда не построишь. И террористов нужно называть террористами и не иметь с ним никаких дел. Уж точно не давать им денег. Ясно, спасибо большое. Понятно, что еще будем следить за развитием событий. Борис Циревич у нас был на прямой связи, депутат Сейма, большое спасибо. Большое спасибо, да. Борис возглавляет как раз группу Сейма Латвии по связям с парламентом Израиля. Ну и в двух словах, что происходит на Ближнем Востоке. За буквально неделю вот этого конфликта по Израилю было выпущено более двух тысяч ракет, из которых, правда, 1100 перехватили. Израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору газа. По последним данным погибли более 150 палестинцев и 10 израильтян. И, например, премьер-министр Израиля Витамин Таньяху пообещал, что удары по Хамас продлятся. И дальше цитата. Столько времени, сколько потребуется. Да, будем следить за развитием событий. Ситуация там действительно напряженная. Самая напряженная за последние годы. Ну а что, мы говорим до свидания. Спасибо нашим радиослушателям. Насыщенный у нас был сегодня эфир. Но он продолжается. Продолжается в 10 часов программа «Добро пожаловаться» в 11 «Диагноз недели». Утро на балконе.